Время новостей на телеканале Север, студии Василий Хатензейский. Здравствуйте! Сегодня в выпуске. Неутешительная статистика. Пять летальных исходов от коронавирусной инфекции за прошедшие выходные произошло в Ненецком автономном округе. 37 вновь заболевших ковидом зарегистрированы в регионе. Учащиеся школ после проведенных в тундре каникул возвращаются в пришкольные интернаты. 12-ю рейсами Наринмарского авиаотряда ребят из оленеводческих бригад доставят к месту учебы. Строительство фермы в Лапожском начнется уже в этом году. Решение было озвучено в ходе еженедельного оперативного совещания главы региона с руководителями органов власти. За минувшие выходные в Ненецком округе зарегистрировано 5 летальных исходов от коронавируса и 37 новых случаев заболевания ковид-19. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Ненецкому автономному округу и Департаменте здравоохранения, труда и социальной защиты населения НАО. Таким образом, с начала пандемии в регионе официально зарегистрировано 1915 подтвержденных случаев заболевания ковид-19. Выздоровели с начала пандемии 1830 человек. 33 из них за прошедшие выходные. В регионе зарегистрировано 32 летальных исхода от коронавируса. В настоящее время на лечении с диагнозом ковид-19 находятся 214 человек. Из них стационарное лечение получает 61 человек, а амбулаторное – 153. Напоминаем, что в Ненецком автономном округе действует режим повышенной готовности и обязательный масочный режим. Задать вопросы, связанные с ковид-19, можно на региональную горячую линию по коронавирусу по короткому номеру 122. В Лабужском планируют построить новую ферму. Об этом в ходе оперативного совещания при главе региона сообщил руководитель Департамента природных ресурсов, экологии и АПК Альберт Чепдаров. Какие еще вопросы обсудили на губернаторской планерке, расскажет Ольга Русул. Вопрос строительства фермы в Лабужском на особым контроле в профильном ведомстве уже не первый год. Теперь ситуация изменится. Принято решение о начале строительства животноводческого комплекса в этом году. С администрацией Заполярного района проведено совещание, впоследствии выездное совещание на ферму. Есть инвестор, который построит здание новой фермы на оптимальное по составу количество голов. Данная стройка обеспечена бюджетом администрации Заполярного района, деньги предусмотрены, что позволяет гарантировать то, что после строительства эту ферму у инвесторов выкупят. Сейчас решается вопрос финансирования и закупки строительных материалов. На ферме в настоящий момент трудится порядка 15 человек. Строительство нового здания фермы означает для них гарантированное сохранение рабочих мест. Еще один актуальный вопрос – повестки дня, организация проведения Дня Печоры. 3 сентября в Наринмаре состоится круглый стол с участием экспертов разного уровня, в ходе которого планируется обсудить ряд вопросов, в их числе меры по сохранению ценных пород рыб и проведении берегоукрепительных работ. Кроме того, на 6-8 сентября в округе запланирована экологическая акция «Чистая Арктика». В эти дни волонтерам и добровольцам предлагается выйти на уборку береговой полосы. Еще одна важная новость, озвученная в ходе еженедельного совещания главы, в Наринмаре фактически стартовал отопительный сезон. К подаче тепла технически по КТС полностью готов. Пробные топки проведены, все котельные готовы к подаче тепла. Для того, чтобы подключать абонентов, достаточно руководителям управляющей компании, а также руководителям предприятий и учреждений подать заявку в ПОК и будет подключение. Что касается общеобразовательных учреждений, то они уже готовы к приему учащихся. 1 сентября пороги «Альмаматор» переступят почти 6,5 тысяч окружных школьников. Из них 686 – это первоклассники. К новому учебному году в школах округа проведены плановые ремонты. Так, в первой и четвертой школах реконструировали и отремонтировали спортивные залы. Проведены замены инженерных сетей в детском саду «Аннушка». Также был проведен ремонт в коррекционной школе. Установлены против пожарной двери в детском саду «Семицветик». В школе имени Порерки был проведен ремонт помещений по стандартам «Точка роста». Также еще планируем завершить поискарь и виски. В завершение еженедельного совещания за особые заслуги государственную награду заслуженный работник физической культуры вручили учителю физкультуры из поселка Хрута. Дмитрий Казаков воспитал 16 мастеров спорта в родном поселке. Ольга Русул, Алексей Орлов, Телеканал «Север». В Ненецком округе завершается северный завоз. На сегодняшний день поставку дров, угля и топливных брикетов ожидают в Уськаре и Варнике. В остальные населенные пункты топливо завезено в полном объеме. Во второй половине августа завершилась отгрузка каменного угля в селе Нижняя Пеша. Каменный уголь пришел в полном объеме. Вместе с ними поступили дрова. Ранее поступили дизельное топливо и горючие смазочные материалы. Все плановое количество, все своевременно с опережающим графиком. Всего в Нижнюю Пешу было доставлено 775 тонн дизельного топлива, 46 кубометров дров. На первом судне пришло 1600 тонн каменного угля и остаток 782 тонны на следующем. Напомним, завоз по малым рекам был завершен в середине июля. Всего по условиям контракта «Обществу вертикаль» необходимо поставить в отдаленное село Нау 11,5 тысяч тонн нефтепродуктов, более 22 тысяч тонн каменного угля, 8 тысяч кубометров дров и почти 313 тонн топливных брикетов. Топливные брикеты должны быть изготовлены из химически необработанной древесины твердых и мягких пород деревьев. В Заполярье накануне стартовала кампания по доставке детей к месту учебы. Ребят из оленеводческих бригад и стойбищ отдаленных сел и деревень вертолетами привезут в пришкольные интернаты. Первый рейс был выполнен в воскресенье в район Варандея. Там на данный момент остановились оленеводы СПК «Ерф». В этот же день следующими двумя рейсами из мест качевий СПК «Харт» и «Ижимский оленевод ИКО» маленьких качевников доставили в поселок Красное. Всего в первый день было перевезено 55 детей. В понедельник вертолет отправился на запад в самый крупный район Нау. Там экипаж и педагоги будут работать три дня. Сначала мы составляем списки. Списки дают школы. Затем мы, конечно, отрабатываем с СПК, с руководителями СПК, с проводниками. У нас на каждом маршруте есть проводники, которые знают, где находятся бригады. Собираем координаты, составляем списки. С экипажами разрабатываем маршруты, как лучше, как бюджетнее, так, чтобы дети поместились все. Те, которые постарше, уже привыкли, уже знают. Но малыши, конечно, плачут. Бывают даже случаи, когда убегают, когда родители в стадах их и со слезами отправляют. Ну, все бывает. Всего запланировано 12 школьных рейсов. Три на самолете Ан-2 и девять на вертолетах Ми-8. За осеннюю кампанию по доставке детей к месту учебы перевезут около 350 школьников. 30 августа в НИСИ торжественно открыли новый детский сад. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор Нао Юрий Бездудный. Не так давно наша съемочная группа во время командировки побывала в новом доме для дошколят. Александра Литкова продолжит. Трещины в стенах, холод в помещениях в зимний период и еще советская утварь в группах. В таких условиях приходилось ютиться маленьким несянам. Дошкольное учреждение располагалось в двух зданиях, причем одно из них 1935 года постройки. При этом в детском саду не хватало мест, чтобы принять всех желающих. Таким образом в одном из крупнейших сел округа даже образовалась очередь из дошколят. Норматив у нас идет 70 детей, но так как у нас большая очередь, у нас много детей, которые подходят к возрасту трех лет и которых необходимо устроить в детский сад, они тоже будут в этом году размещены и будут посещать детский сад. В пределах 25 человек у нас находится сейчас на очереди. Это дети в возрасте от 0 до 1,5 лет. Разгрузить очередь в дошкольное учреждение удалось благодаря строительству нового детского сада. Однотажного здания площадью почти полторы тысячи квадратных метров. В новом детском саду четыре групповые ячейки. Отапливаемые закрытые веранды для прогулок в неблагоприятную погоду с отдельным входом из каждой группы. На сегодняшний день в здании завершена отделка, установлена современная качественная сантехника и закуплена детская мебель. Осталось единственное помыть все от краски, от пыли, развесить санавесочки, расстелить ковры, как говорится, разложить, перемыть посуду, мягкий инвентарь, то бишь это постельное белье, матрасики детское, которое у нас уже в принципе здесь уже скоро подойдет. И все, и к открытию детского сада мы готовы. К строительству объекта компания «Строюниверсал» приступила в июне 2019 года. Сумма контракта составила порядка 230 миллионов рублей. Из них 36 миллионов – средства, выделенные региону из федерального бюджета. Нового здания ждут и ученики, и педагоги сельской школы. В первую очередь из-за нехватки кабинетов и низких температур зимой. В этом году, когда у нас были морозы сильные, действительно, ну не то, что совсем холодно, но прохладно, да, где-то даже мы переходили на домашнее обучение. Дети дома. В школе было прохладно. Температура в коридорах была 0 по Цельсию. А пока в здании постройки 1976 года этим летом провели небольшой косметический ремонт. «Мы сделали косметический ремонт, покрасили только лишь коридор, стены в коридоре, сделали девочки, технический персонал уборку. Сейчас вот с 26 августа они выходят на работу, снова сделают такой небольшой ремонт, где-то что-то нужно будет подкрасить. А так, пока денег на компремонт нет, поэтому вот обходимся тем, что есть на сегодняшний день». 1 сентября в школу ВНИСИ отправятся 173 ученика. Из них 15 первоклассники и 17 будущих выпускников. Что касается пришкольного интерната, то здесь будут проживать 38 человек. Александра Литкова, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». Впервые в истории форумной кампании для молодых семей пройдет образовательный съезд «Одно государство, одна семья». Пары из Ненецкого округа смогут поучаствовать в слушаниях и на образовательных площадках. Форум пройдет с 22 по 25 сентября в Смоленске. Его главная цель – повышение социального престижа Института семьи и брака в молодежной среде. «Участники форума для молодых семей являются представители молодых семей от 18 до 35 лет. Форум проводится как очно, так и онлайн». По итогам работы на площадках планируется принять резолюцию и обсудить пути сотрудничества, которые позволят повысить ценности семейного образа жизни. Также на протяжении всего форума любая семья сможет побороться за звание «Семья союзного государства». Впрочем, есть и другие площадки для развития, которые пользуются большой популярностью среди молодежи. «Ребята уже посетили такие форумы, как «Ладога», «Территория смыслов», «Первые смены», «Тавриды», «Арт». Ребята у нас выезжают за счет региона. Также за счет региона мы делаем ПЦР-тесты ребятам. В принципе, ребята ничего не оплачивают. Кроме этого, у ребят есть уникальная возможность посетить форумную кампанию, напитаться энергией, какими-то положительными эмоциями, а также защитить свой проект. Каждый может написать свой проект и получить федеральное финансирование на реализацию его на территории нашего округа. Если вы активный гражданин в возрасте от 18 до 35 лет, вы можете повысить свои компетенции и узнать что-то новое, поучаствовав на разных форумах. Более подробную информацию вы можете узнать на официальной странице Центра молодежной политики в социальной сети ВКонтакте или по телефону 4-5-1-51. Жизнь в движении. 66 лет со дня основания отметили сотрудники Наринмарского автотранспортного предприятия. О структуре работы изнутри расскажет Катрина Тайбарей. Придя на работу, Игорь Никонов, водитель с трехлетним стажем, первым делом отправляется на медосмотр. Далее по списку. Потом идем, автобус подготавливаем к линии, выезжаем, подбитаем его, выезжаем, идем к механику, механика осматривает автобус, к путевку и уже выезжаем на линии. Верный напарник Игоря Никонова на рейсах Анна Рогова, кондуктор. Еще с августа 1996 года Анна является лицом предприятия, первым, кого видит пассажир. На плече кондуктора взваливается большая ответственность. В первую очередь, это материальная ответственность, это самое главное. Вторая очередь, это ответственность все-таки за пассажиров, как внимательность пассажиров, чуткость. Самое главное, чтобы было уже понимание, что пассажир и кондуктор, и водитель, вообще коллективцы. Перед тем, как автобус выйдет на маршрут, водители и кондукторы проходят медосмотр и инструктаж у диспетчера. Водитель переходит по участку, телочка, показывает удостоверение, расписывается. Идет к медику, приходит кондуктор, он приходит к медику, приходит к нам, получает валидатор, получает камеру. Тоже как бы, чтобы следили за автобусом, следили за порядком в автобусе. Также перед выходом на линии в обязательном порядке проводится технический осмотр автобусов. За состоянием всей техники внимательно следит Петр Карипанов. За 46 лет работы он стал заслуженным работником предприятия. Наша основная задача ремонта механических и мастерских – это поддержание парков технических справочных состояний, своевременное и качественное выполнение технических, плановых технических обслуживаний. Также на предприятии трудится целая структура, которая регулирует формальные моменты. Продажи проездных билетов, введение экономических подсчетов. Последняя задача – одна из самых тяжелых и ответственных. Просчитываем, планируем нашу деятельность на год текущий и планируем на последующие два года. Занимаемся, собираем технику, экономические показатели нашей работы, нашей техники, автомобилей, автобусов. В стенах автотранспортного предприятия жизнь кипит, ведутся ремонтные работы, строится новый диспетчерский пункт. Коллектив дружный, кругом целит идея и дружелюбная атмосфера. У шифера у нас ребята замечательные работают, очень ответственно относятся к своей работе, на работу не опаздывают. Бывает, конечно, нарушений на очень мало. Проверяем кондукторов, проверяем механиков, сторожей, рабочих, всех проверяем. Сегодня автотранспортное предприятие Наринмара отпраздновало 66-летие со дня основания. За последние годы заметен рост показателей и улучшение условий работы. Хочу поздравить всех сотрудников ветеранов предприятия за добросовестную работу. Предприятие существует на сегодняшний день, несмотря на то, что прошлый год он был очень сложный для транспортного автостанского по стране. Тем не менее, мы пережили его достаточно хорошо. Напомним, в Наринмарском автотранспортном предприятии работают порядка 180 человек. Что такое заповедник Ненецкий? О работе природозащитников теперь можно будет узнать в Краеведческом музее Наринмара. О новой экспозиции расскажет Елизавета Кабанова. На территории заповедника Ненецкий обитают 27 видов млекопитающих, 145 видов птиц, 42 вида рыб, 1 вид земноводных, около 100 видов пауков и 200 видов насекомых. И о том, как именно изучают сотрудники заповедных обитателей и в чем заключается их работа, можно узнать, посетив новую экспозицию, которая открылась 30 августа в Краеведческом музее. Некоторые считают, что заповедник – это зоопарк, приносит нам различных раненых животных с просьбами спасти их. Другие, кто знает о заповеднике, считают, что сотрудники занимаются не тем, чем должны были. И чтобы вот эти все заблуждения опровергнуть, мы создаем вот такие вот информационные локации. Помощь в создании выставки оказывал Всемирный фонд дикой природы, который помогает в развитии заповедника по четырем направлениям – охрана территории заповедника, развитие инфраструктуры, научно-исследовательская деятельность и развитие эколого-просветительских программ. Именно в рамках последнего направления было принято решение открыть такую выставку. Для жителей, гостей региона вместе с сотрудниками заповедника Ненецкий и коллегами из Брионики мы делали несколько разных экспозиций, которые должны представить перед любым зрителем вот эту уникальную территорию. Сама экспозиция выполнена в брендовых цветах заповедника, где показана ключевая информация, история, факты, карта, на которой показаны виды, обитаемые на территории – все то, что может заинтересовать людей. На выставке даже представлен любимец детей – мультяшный лебеденок Юсь, который был создан, чтобы сложная информация воспринималась легче. Благодаря тому, что музей – это достаточно популярное место среди не только местного населения, но и среди гостей региона, о деятельности заповедника узнает немало посетителей выставки. Мы вынашивали идею о том, как показать охрану, деятельность особо охраняемых территорий, и вот в этом году наша, можно сказать, мечта сбылась, и витрина, посвященная заповеднику Ненецкий, я считаю, что будет просто украшением нашего зала. Планируется, что выставка будет экспонироваться в музее три года, но если она станет популярной среди посетителей, то есть вероятность, что экспозиция может стать и постоянной. На этом у меня все. Далее смотрите прогноз погоды.